я иногда ловлю себя на мысли что я люблю подолгу рассматривать свою коллекцию я достал своей коллекции множество различных монет некоторые выставлю на продажу некоторые нет ну так тут у меня есть коробка собралась мы сейчас и будем потихоньку рассматривать кстати моя одна из самых любимых военных монет одна из самых редких сорок второй год медно-никелевая ну пока я ее не собираюсь продавать давайте дальше 5 копеек 72 года считается редкой ну на какая-то немножко как сейчас любят говорят уставшая да видать ее выкопали химией прочистили вот еще монетка но она грязная и не чистил пока не собираюсь может вообще не собираю сразу продам дальше давайте 37 года на и грязь и патина одновременно на грязи хватает поближе надо посмотреть ну так неплохой сохранщик это монет уже явно было в обращении долго-долго победного 45 года не часто а вот и наша монета современной россии вот эту можно и продать в принципе кстати внизу под видео ссылка будет на некоторые из этих монет которые ну наверно с аукциона пущу но еще еще раз говорю все не буду продавать это так рассматриваю коллекцию 1921 билон это редко считается и сохран такой почти xf пойдет тоже редкая 20 года ну правда она такого состояния не очень чистить не хочу не буду пусть кто хочет почистить потом когда купит а вот еще один билончик у нас немножко патина немножко грязь наш потемнело серебро о хорош сохранщик делать люблю такие монеты собирать покупать и откладывать все перевод считается не часто скоро будет редко и давайте с вот этих начнем ух какая 5 копеек 1869 это у нас эпоха александр второго ну да и реально выкопали приятный дизайн гурт есть тоже как степень защиты давайте мы пятерки все посмотрим о более менее сохранщик сейчас первый год это у нас тоже александр второго эпоха тоже скорее всего выкопали она была в обращении а потом ее потеряли вот тоже 73 год копали видать и очистили не раз такой слабенький вырывай но кому-то интересует давайте за эту пятерку возьмемся 68 год ну и очистили скрывали патиной потом кислотой наверно много раз перед тем как выкопать даже окей зеленый осталось что-то с ней делали на это может быть скоро выставлю на аукционе посмотрим может поливить в коллекции пожалуй мы вот с этих начнем троечек сейчас 3 копейки 98 тоже александр ой господи это уже николай второй николай второй начал править так не каждому коллекцию пойдет но пойдет ух какой у нас это чищено я уже наверно кока-колу и очистили потому что так может только кислота или что-то еще и очистить даже не все вычищен вычистили даже видно слева как-то она лежала криво большой слой окиси на тоже николай второй эпоха мне вот что еще интересует с хорошим таким рельефом или неплохим рельефом две копейки санкт-петербургский монетный двор 1811 года это шла наполеонская война и началась уже неплохо александр первое правление если не изменяет моя музыкальная память александр первый там и патина и искусственная патина чего хочетесь гурт здесь гладкий гладкий гурт тоже на тот период сейчас посмотрим вместе это тоже александр первое правление но ничего неплохой чекан принципе считается неплохим но кто-то я уже но никто-то население поносил ее много раз под использовала 3 копеечки 92 это александр третье правление вот так себе сохран конечно слабый файн ребята если вы хотите написать комментарий какой-нибудь монете без проблем можете написать может у вас есть такая монета либо есть лучше либо где-то неправильно что сказал так это николай второй эпоха 14 года неплохой это тоже уверенный вера файн плюс естественно она была в обращении была была гурт нормальный неплохо это интересный год у нас меня давно таких не было но когда-то я купил чем-то на никуда грязи чем-то лежит николай 1 не она плохая плохого сохран а с альбом он достал вот такую вот монету 5 копеек 67 года но это скорее всего наборная что-то я не помню когда я покупал и точнее припоминаю припоминаю но сохранения хорошие скотча ладно буду продавать скрою сфотографирую пока не буду продавать мы вот это посмотрим денежка 1853 год николай 1 так себя неплохой рельеф николай 1 хороший рельеф да ну пусть полежит тому что продам следующую нас на очереди эпоха николая 2 интересно у нее сохранщик 1899 это very fine не хуже не лучше если что рельеф хорошая это уже было давненько это было при александре третьем может быть уже стоит каких-то денег не помню за сколько покупал но где-то записи остались надо смотреть о это у нас александр третий копейка в принципе так ничего особенного ну думаю чего-то стоит раз я купил она наверно не часто будут еще та же эпоха как-то они у меня подряд идут одно и то и же эпохи монеты в какой-то меня понятно в чем она 93 копеечка так давайте вот эту посмотрим нет она крупная и так можно смотреть 43 год тоже военная ну так чуть чуть не часто но и было много нельзя сказать что их было мало как их неаккуратно копали ребят кто-то всем интересно какие монеты дальше пойдут просто в описании под видео есть скликабельное содержание там на посылке какие монеты рассматриваются просто кликнули можете смотреть у это уже редко вот такая монета вот такая монета вот такая монета о как ее жизнь ее по коробе ла как любят говорят сейчас оставшая монета под гулявшая но и чистили полировали нарад капали как бы она была в обращении потом откопали да это редкая думаю здесь точно заработаю вот такая Такая монета, она тоже чуть-чуть редкая, покуцанная, конечно. В основном грязь, конечно, пазины тут мало. Вот хорошенькая. Вот я люблю такие вот очень аккуратные монеты, которые передавались от коллекционера к коллекционеру. Очень бережно хранились. 31 год, но это так, не часто, сохран очень хороший. Ну, герб старый, это понятно. Тут небольшой видно раскол штемпеля слева. О, вот рядышком год 30-го года. Вот это уже патина настоящая, вот такие приятно покупать. То есть, я специально не был, чтобы порадоваться старинной монете. Ну, как бы нормально, прошло почти 90 лет. Так, а это что у нас такое? 51 год. Ага, мы смотрели такую, похоже. Это мне обошлось, я не помню, по-моему, рублей 650. Ну, когда-то я ее хорошо купил, у меня хороший сохран. Там, да, рельеф хороший, да, это не часто, без преувеличения скажу. Так, давайте дальше мою коллекцию смотреть, во, Победного 45-го года, а многие любят такие пятачки такого года. Вот так, чуть-чуть покоцана, конечно, и в обращении, наверное, копали ее, царапали, но все равно, Победного 45-го. Год 38-й, о, этот долго лежал, я помню, ну, не у меня, у предыдущего коллекционера. Тут и грязь, и патина, ага. Ох, сколько тут отпечатков, елки слов с патиной. Если профессионал его почистит, то это вообще будет состояние анса, наверное. Ну, пока не буду продавать. Ребят, все, что я продаю, может быть ссылка в описании, пока есть, кто хочет, я никому не навязываю, я сейчас просто рассматриваю свою коллекцию. Продаю только часть, еще раз говорю. Что у нас вот это? 52-й, ну, это обычная, не сильно дорогая, ну, у нас изобращение. Тоже нечищенная, не мытая. Вот. Кто-то чистил до меня, до того, как я купил 46-й, первый год после войны. Ну, здесь тираж был большой, достаточно, поэтому она не является нечастой, она обычная. Ну, так, в хорошей сохранности она, конечно, редкая, это обычный верифайн. 35-й год, это у нас герб, новый, наверное. Да, это уже нового образца, нового типа, как говорят, любят говорить. Новый герб, новый тип, безкруговые надписи на аверсе. Ну, тоже скоро продал, наверное, ближе к весне. Ох, блин, еще одна. Я их в свое время покупал на аукционе несколько штук. Похуже, похуже сохран. Даже не помню, сколько она стоит, потому что все о нем помнишь. А вот еще одна 46-го года. Тоже и грязь, и патина, и следы хождения. Ну, так, кто хочет, тот купит. Может, кто-то родился в 46-м году, для него это ностальгия. Давайте дальше рассмотрим 37-й год. Ну, так, состояние. Наверное, дешево я ее взял. Так, поэтому... Ребята, ссылка на каждую монету в описании. Просто, я имею в виду, под видео содержание там, просто посмотреть монету можно. Вот еще... О, это редкая. Это у меня редкая, 1927-я. Да, но ее, видать, откопали. Так. Ударили лопатой, потому что такая вмятина. И чистили еще. Да. Ну, вот еще 35-го. Ну, это кто-то чистил, потому что она с раковинами. Откопали и почистили. Да, новый герб. Да, у нас какой, 28-й. Ну, тоже неплохой сохран. Обычный у нее тираж. Старый герб. Она обычная. Ну, в смысле, регулярная. Она без большого тиража. То у нас уже... Советская. Какая-то грязинка. Точнее, не частая. Ну, она и советская, и не частая. Ага, 30-й. Только с рельефом у меня проблема небольшая. Угу. Нормально. Так, это у нас какой год? 26-й. И патинная грязь одновременно. Не, ну, такой я не буду чистить, конечно. 30-й год. Неплохой рельеф, неплохой кант. Ну, что-то тут на поле монеты покоцано. Кто-то возьмет. Отреставрирует. Вот хороший рельеф виден. И патина видна. О, вот эту посмотрим. 75-й год. Ну, посмотреть на увеличитель с увеличительным стеклом. Пойдет. Это редкая. Редкая, редкая. Очень быстро дорожают они. Это уверенный верифайн из обращения. Класс. Вот этих годов я люблю монеты. Так, рассмотрим 3 копейки. Тоже победный 45-й. Ну, она из обращения. Она долго была в обращении. 49-й. Неплохой рельеф. Такую приятно покупать. Нормально. 35-й год. Наверное, рельеф у нас... Ой, господи. Герб. Герб старый. Пролетари все стран. Соединяйтесь. Вот это хороший чеканчик. Так, еще раз напоминаю. Я их пока не продаю. Либо часть продаю. Я их просто рассматриваю вместе с вами. Копанова, 27-го года. Продолжаем. Вот еще одна. 35-й год. Чищенная. Прикольно. Это не часто. Это у нас советский год. 65-й. Это тоже не часто. Долго было вхождение. Прямо видно. Но ничего, она спрос имеет. Так, меня вот это смущает. Что-то она какая-то. Тут потертая, тут светлая, тут темная. 27-й год. Вроде неплохой. Рельеф вроде нормальный. Все. Как ее чистили. Что это такое? Немножко у нас в раковинах. Ладно. Продам, конечно. Что, перейдем на 2 копейки. Так, 35-й год. Новый герб. Ну, пойдет. Советский пока идут. 64-й. Тоже не часто. Да. Была в обращении. Чуть-чуть патина. Чуть-чуть грязь. Новый герб. 35-й год. Двушечка. Тоже 35-й год. Новый герб. Еще одна завалялась. 3 копейки. 45-го. Победного. 45-го. Ох, чистили, видать. Откопали. Почистили. Помыли. И продали мне. Хм. Хорошенькая. С 40-го года хорошенькая. Почти мешковая. Или мешковая. Ну, так почти, да. Прикольно. Ну, думаю, полежит пока. О, вот. Маленькая, маленькая, но хорошенькая. Тридцать восьмой год. Вот. Копеечка. Блин, ни хрена не видно. Такая маленькая. Класс. Мешковая. Это тоже будет пока лежать у меня. Это же тоже важно посмотреть. Хорошо. Да, мешковая класс. А, вот это стоящая вещь. Как раз в альбом кому-нибудь. А пока мне в альбом. Так. Копеечка 40-го. Мешковая. Тоже мешковая. Да. Коррекционная сохран. Но она не является редкой. Ну, сохран класс. Тридцать пятого. А, наверное, новый герб. Это новый герб. В обращении была. С моего последнего раза. У меня аккумулятор просто разрядился. Поэтому продолжаю. Уже. Дальше. Небольшую паузу сделал. Так. Ну, это у нас точно не частая. 15 копеек 44-го военного года. Да. Вот она. Ну, это уже так. В коллекционном состоянии. В альбом можно нажать. Я все буквально показывать не буду. Потому что коробок у меня несколько. А аккумулятор здесь быстро разряжается. Вот. 20 копеек 3-го. Поношенная. Ну, тут маленький раковин даже видно. Угу. Щитовичок любит говорить. Наши люди. Ну, я предлагаю десяточки, посмотри. А, вот еще двушка. 2 копеек 65-го. А, 65-го. Нечастая. Что-то у нас заборы и пятна такие красные. Ну, укисление, понятно. Чистили. В обороте была. Чистили. Да. Кислотой мы очистили. Вот такая. 2 копейки. То есть, по одной копейке у меня 64-го года. Сразу две рассмотрим. Ну, они нормально растут в цене. Одна такая себе. Да. Я предлагаю посмотреть еще. 37-го. Одну копеечку. Ну, это такой год. Не очень редкий. Тридцать первый год обычно. Хороший чекан. Сохран, точнее. Хороший сохран. Копеечка 49-го. Ну, так себе. Небольшая патина. Ну, так и XF, можно сказать. Эту я не помню, куда покупал и зачем. 29-й год. Она вообще никакая. Да уж. 10 копеек 38-го. Ну, тоже не часто. Ну, она просто грязная. Просто она грязная. 40-й год. Хорошенький рельефчик. Вот. Поближе. Ну, да. Тоже коллекционный сохран. Можно в альбом ложить. Вот это точно не частое. И рельеф хороший. Сохран и без раковин. Сохран. Ну, прикольно. Да, это будет, наверное, в коллекции у меня пока что находиться. Ох, вот это редкое у меня есть. Угу. Ну, чуть-чуть была в обращении, поношенная. была тяжелая. Ну, что еще маленькую эту посмотрим. 37-й год не частое. Тоже откопали где-то. Чуть-чуть ее копали и откопали. Я вообще предлагаю посмотреть вот эту вот одну четвертую копеечки. Маленький-маленький. Боже, какая она маленькая. 1896. Ну, это полграмма весит всего. Мал золотник да дорог, как говорится. Да, где-то в земле лежала. Копали. Я бы еще вот какую с вами посмотрел. пол копейки. 1911. Ну, хорошая. Почти мешковая, но вряд ли ее можно заслабировать. вот еще вот эту давайте посмотрим. 1899 по копеечке. Ну, так себе сохранчик. 1897 по копеечке. Да, их любят коллекционеры. Они маленькие. Их часто покупают. Николай II даже вот на Аверсе написано. 20 копеек 62-го. Ну, это серебро преимущественно. Это Александр II эпоха. Да, тогда они денег стоили. 68-й. Тоже Александр II. Хотя, может, Билон, конечно, сейчас не помню. Там в 60-х годах был Билон сплав. А еще чуть пораньше. Сейчас второй где-то будет. Там 75 процентов серебра уже была. 1889. Александр III уже эпоха. Если мне не изменяет моя музыкальная память. Ничего. Так и продадим. Мыть не будем. 1893 тоже Александр III. Это Билоны точно уже. В тот период уже Билоны шли. Кто не знает, это 50 процентов серебра, 50 процентов меди. Это такой сплав. Так, ну, в принципе, я думаю, не стоит там дальше смотреть. Потому что коробок много. Этих монет много, точнее, коробок у меня несколько. Перерывать так можно. Посмотреть, что сверху. Как выглядят, какие монетки лежат просто. Потому что не хватит никаких аккумуляторов, чтобы все это осветить, показать, рассказать. Так. Время прошло, повеселились. Все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Как всегда, подписывайтесь на канал. Ссылочка на содержание в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok